Анна у нас сегодня открывает серию прямых эфиров с психологами, кто как раз ведет исследования в лаборатории. Вот, и сегодня можно будет также Анне вопросы задать, которые вас интересуют. Ну, а мы начнем с вопроса, Анна, зачем? Вот, да, что, почему вам захотелось присоединиться к проекту, да, что это было для вас, какая идея для вас была созвучна, да, вот как принимали решение в клипе, чтобы работала в лаборатории? Это было абсолютно спонтанное решение, и буквально молниеносно сработал вот так интерес. Ну, стало очень интересно, ну, что же это такое, что там будет происходить, и как вообще, ну, что это? И очень интересно, 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 вот мы спрашивали девочки, они тоже рассказывают, что вот интересно звучит на каждом шагу. Это такое название, наверное, нашей лаборатории. Посмотреть, поисследовать, это что-то новое, это что-то большее, это работа не только индивидуальная, это работа индивидуальная с целой группой. То есть, ну, в основе, конечно, это интерес. Ну, да, и интерес, конечно, вот когда мы говорим, ну, какая-то красная нить исследований всех, да, в лаборатории Европейской школы психологии, это про исследование того, как развивается сознание групп, или сознание систем, да, система – это индивидуальное сознание, и там малые группы, семья, и так, коллективы – это и сверхбольшие группы, как страна, например, страна и так далее. Вот сейчас примерно, сколько, где-то месяц вы, да, внутри работаете в лаборатории? Да, около месяца. Около месяца. Можно сказать, что вот этот месяц, он в чём-то изменил, не знаю, в какую-то сторону сдвинул ваше восприятие работы с клиентами, да, вы же практикующий психолог. Вот как это повлияло, ну, скажем, на ваш профессионализм, как психолог? Я бы сказала, что что-то открылось новое, потому что все процессы в лаборатории мы проживаем и через себя в том числе, и через энергию целой группы. И вот когда за этим наблюдаешь, то смотришь совсем по другим углам. Ты смотришь не только там на себя, на свои ощущения, ты смотришь на коллег, ты смотришь на группу, и более того, интересно то, что в малой группе, мы когда обсуждаем, рождаются одинаковые идеи буквально, вот синхрония такая происходит, и мне кажется, что открывается какое-то более общее видение, то есть ты начинаешь как будто бы сверху на это, ну, сверху я имею в виду, сверху обзор больше в этом плане, вот, и ты начинаешь что-то в этом видеть, и в работе с клиентом, да, ты как-то шире начинаешь смотреть на вопрос в целом. У меня когда появилась идея создать лабораторию, да, у меня было, ну, понимание, что это, там, интересно, потому что мы можем открыть какие-то новые способы работы, да, с психическим заниманием. Это интересно с точки зрения маркетинга, потому что это источник интересного контента, да, для нашей аудитории. Вот эти грани я видела, а потом, когда мы уже начали работать, буквально, ну, если вы помните, да, первое занятие я еще лично вела, когда мы исследовали сначала себя заходить, исследовали, что помогало каждому из нас развиваться, нашим клиентам, да, и мне начали давать фидбак, что это вот этот простой вопрос, он начал открывать у людей очень интересные грани, и наши психологи начали по-другому работать с клиентами, даже вот этот маленький шаг. И я потом вспомнила свой опыт, когда я создавала программу, вот комплексная образовательная программа для психологов, наша основная, это, ну, понятно, что это не напрямую исследование было, но это тоже, ну, для меня было исследование, что я собирала весь, я всегда задавала себе вопрос, да, там, а как это работает, вот тут в книжке так написано, а как мне это в лекции передать, через свой опыт, как у меня это сработало, как у моих клиентов это сработало. И это тоже исследование, и вот этот процесс, он невероятно усилил меня как профессионала, да, ну, я могу сказать, да, что до создания программы и после, это, ну, вот, качественно другой уровень. Вот, и теперь я вижу, да, сейчас, что вот лаборатория, она и вот эту грань открывает, да, то есть она очень интересно влияет на то, как наши психологи дальше работают с клиентами. Расскажите, я думаю, во-первых, коллеги, пишите вопросы, все, что было интересно, пишите с Анной, ответим. Вы, кстати, в Украине или где-то в Европе? Да, я нахожусь в южной части Украины. Как у вас там пока? Я не знаю, как отвечать на эти вопросы, я знаю, как я это могу проживать внутри, и я стараюсь придерживаться этой линии, скажем так, потому что если каждый раз задаваться вопросом, как у нас, ну, конечно, не очень в целом, да, но есть какая-то внутренняя линия, и есть, ну, как, наверное, отдельная реальность, в которой ты пребываешь и сохраняешься за счёт этого. Вот это важно. И с клиентами я тоже вот в общении стараюсь найти вот эту линию, которая сохраняет Личность в любых обстоятельствах. Это правда так, это про контейнер, про такой очень высокий уровень профессионализма, как психолога вашего, да, и действительно есть много примеров, когда во внешне безопасных обстоятельствах тоже Европы люди не могут себя сохранить, и есть, да, такие примеры, когда в самых таких, ну, как непростых, да, внешних условиях, получается, хватает контейнера, и вот то, с чего вы начали, да, про интерес, это, кстати, тоже то, что создаёт этот контейнер, да, если есть что-то, что вызывает интерес, это такое вот упорядочивание сознания получается. Ну, окей, расскажите, я думаю, всем интересно, что сейчас исследуете, как это происходит, ну, вот какие-то закулисные такие секретики нам расскажите, как это всё у вас. Это всё очень волнительно и переживательно, эмоционально, потому что вот, наверное, такая изюминка, что ли, лаборатории, это то, что работа проходит на нескольких уровнях, то есть это такой многослойный прям пирог получается, и первый уровень — это научный непосредственно, то есть это сбор информации, какие-то данные мы анализируем, собираем, выдвигаем гипотезы, а вот второй слой — это работа через личность каждого и через личность общей группы. Вот, и в этом, конечно, начинаются чудеса, начинаются открытия, вот, и начинаются какие-то вот инсайты в этом поле, скажем так. Расскажите, ну, потому что, в принципе, у нас большинство людей, кто в эфире, не знают предмет, что исследуете, да, и, может быть, какие-то несколько таких вот этих чудес, да, которые, ну, вот, происходят в процессе исследования, какие-то истории. Хорошо. Что у нас происходит? Мы выделили такую линию, что рассматриваем Украину в качестве клиента. То есть, я чуть добавлю для всех, то есть, в принципе, смотрите, как построена структура исследовательского центра. У нас есть пять групп психологов, да, у каждой группы есть свой лидер, вот Анна одна из лидеров пятерочки, и весь центр работает над одной темой, но каждая группа исследует эту тему, эту систему со своей стороны, берет какую-то одну грань, одну гипотезу и дальше через внешнее и внутреннее исследование ее разбирает. И первый такой большой объект, первая большая система для исследования наша, это мы рассматриваем сознание Украины, украинского народа, как одну большую систему, как сознание большой группы, да. Смотрим, что там происходит, да, какая точка А, и в какую точку Б мы идем, и каким образом это можно сделать. Вот, и где есть точки роста, точки потенциала, ну, тот потенциал, который можно включить, за счет чего это можно сделать. Вот. Мы решили, что запрос нашего клиента, ну, определили его, да, таким вот путем, что это почему все повторяется, все одно и то же, почему на меня нападают. Ну, если переводить на человеческий язык, да, вот в этом тоже интересно, когда мы от общего, от страны, должны переключаться на, ну, как будто бы на личностное клиента, да, и вот эти вот тоже очень интересные такие переключения происходят. То есть ты мыслишь сразу в двух плоскостях, ты мыслишь как о стране, и ты мыслишь как о клиенте. Вот. Почему все повторяется, почему на меня нападают. И почему-то у нас возникла, вот всплыла в памяти поговорка «Моя хата с краю». Ну, казалось бы, да, когда мы эту пословицу рассматриваем, ну, она какая-то негативная, как будто бы меня ничего не интересует. Но мы стали смотреть дальше, и на стадии вот прояснить, что же происходит, мы пришли к историческим событиям. Это голодомор, вот, 32-й, 33-й год, и проанализировали поведение людей, то, как они вынуждены были выживать. И вот как раз «Моя хата с краю» это как будто бы безопасное место там, где можно сохраниться. И тогда уже эта пословица звучит совсем по-другому. То есть это уже прям такая линия, которая помогает выживать. И, ну, то есть тоже вот интересно, да, как будто бы всплыла поговорка, к чему это всё, и потом начинаешь разматывать, и клубочек работает, работает, работает. Вот, и работаем мы со своей клиенткой в терапевтической такой технике 5П. 5П — это вот надо прояснить, прожить, понять, принять и применить. Ну, сейчас быстро, да, но так уловить, может быть, сложно будет нашим зрителям, но я постараюсь так. Это такие этапы. 5 этапов, в которых мы рассматриваем свою гипотезу «Запрос клиента». Вот на этапе «Прояснить» мы нашли эту поговорку, мы поняли, посмотрели исторические события, и, в принципе, на протяжении всех 100 лет события, в общем-то, одни и те же, да, это гонения, это геноцид, это войны, это голодомор в том числе. И вот здесь рождается понимание, почему такой запрос, почему на меня все нападают. Ну, то есть это состояние, как будто бы только внешние обстоятельства всё решают, а я не решаю ничего. И это состояние жертвы. Состояние жертвы и это травма, которая разделяет психологическое, эмоциональное и телесное. Вот это разделение я объясню потом попозже, как оно работает. Там пишут, что очень интересно, прям мурашки. Ну, это такая энергия, ну, правда, мы сами мурашимся очень часто, потому что, ну, правда, это много-много. Так вот, самое интересное, что у нас было на этапе принятия. Поступило такое предложение, давайте на украинском языке будем обсуждать гипотезу и в группе общаться, в малой. При всём при том, что мы все любим украинский язык, мы его, в общем-то, знаем, ну, на бытовом уровне так точно, мы все остановились. Вот стена. И стали тогда изучать свои эмоции. То есть вот это тоже такой момент через себя понять, что происходит с клиентом. Как будто бы контрперенос, но только он вот текенный получается. Мы проанализировали, что же происходит. И здесь такой вообще интересный момент. Сопротивление. Возникает как будто бы сопротивление говорить сейчас на украинском языке. А почему? Давайте думать дальше. Думали дальше. Да потому что, чтобы свободно сейчас принять то, что я украинка, вот прям заявлять об этом громко на украинском языке, нужно принять вот эту сторону, которая сто лет страдала. То есть это как будто бы свою тёмную сторону нужно принять. А это же сложно, это же больно. И, ну, это правда, это принять, что в какой-то мере ты жертва, да, вот такая история сложная. Ну, в общем, для нас это было таким очень интересным открытием, конечно. И вот эту ситуацию мы продолжаем. Да. Ну, и я лишь добавлю, да, что вот видите ещё раз, да, про то, как и малые системы, большие, вот процессы в сознании одни и те же. Это, ну, чистая воды, типичная ситуация в терапии, да, когда клиент приходит, говорит, я хочу быть собой, а не могу. Почему? Потому что быть собой, это принять разный опыт. И это я была слабая жертва, вот здесь реально, и это всё я. Но фокус в том, что когда это принимается, вдруг это, да, слабая жертва становится, оборачивается, вот как ваша хата с краю, да, оборачивается совершенно другим смыслом. И это всё становится силой, да. Супер. Силы вообще очень много мы нашли, потому что вот это состояние, состояние непринятия своей части, непринятия себя, это же колоссальная утрата энергии. Ну, то есть она просто сливается на борьбу с собой, потому что я этого видеть не могу, не хочу, мне надо это как-то закрыть, чем-то перекрыть, и получается, что, ну, ресурсы все уходят, энергия уходит от этого очень. Вот, ну, и в целом, гипотеза наша, конечно, мы ещё не на завершении, не на завершающем этапе, мы ещё в работе, вот, и с языком обязательно, мы ещё продолжим этот опыт, потому что там ещё есть очень такие классные моменты, которые тоже можно в отдельную гипотезу оборачивать. Вот, и пришли мы к тому, что поскольку личность после травмы, она разъединилась, да, есть противоборство, есть постоянное внутри страны, в общем-то оно ощущается даже по тому же языковому вопросу. то личность нужно собирать. Собирать личность мы видим как через самоиндентификацию. Одни из ключевых таких моментов это ценности у личности, у целостной личности должны быть ценности, видны, она должна их чувствовать и понимать. Ну, и стояла задача найти ценности страны. И вот здесь тоже такой момент. Ну, представьте, ну, 40 миллионов людей, да, и определиты эти ценности. Когда мы стали смотреть, что же происходит, а что происходит? Мы выиграли Евровидение, наши спортсмены приносят золотые медали. Вот сейчас это происходит сейчас. Наша армия просто вот, ну, нет слов восхищения, да, такого, чтобы о них описать это всё. И вот они ценности. Это культура, это образование, это спорт, это наука, это военные наши, и это наши волонтёры как поддержка. И вот мы сейчас можем наблюдать, как эти ценности проявляются. То есть мы их начинаем все. Это на уровне страны, оно начинает проявляться, и каждый из нас, в общем-то, их почувствовал, уже почувствовал. То есть можно сказать, что Личность наша уже собирается. Да, супер. Слушайте, как интересно, да. Я тоже ещё всем скажу, что нам многие пишут, что интересно, что в чём особенность тех исследований, которые мы проводим, что, ну, психологи сейчас очень хорошо поймут, мы работаем на двух уровнях, да, мы собираем вне, ну, то есть есть гипотеза, да, и дальше проводятся внешние исследования. Кстати, я думаю, что если кому-то интересно участвовать, можно Анна вам писать в Инстаграм, или это лучше через руководителя Ирину Савранскую делать? Если в лаборатории, то лучше через Ирину, конечно, да. Ну, в любом случае, у вас Инстаграм Ирины, ой, извините, Анны есть, я говорю, Ирина, Ирина Савранская, это руководитель лаборатории. Инстаграм Анны у вас виден, можно подписываться, я думаю, Анна, вы тоже делитесь, да, тем, что происходит, как-то у себя на страничке. Вот, и смотрите, в чём уникальность исследований, да, они проходят у нас на двух уровнях. Первый уровень, это, вот есть гипотеза, да, и мы собираем внешние исследования, да, ну, как вот этот традиционный метод, да, там, опросов, прочее, 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 подтверждаем, опровергаем, какие-то новые грани, гипотезы открываем и так далее. То есть это внешний сбор информации. Но мы же всё-таки психологическая лаборатория. Ещё один секретный, только нам, скажем, известный метод, да, это то, что Машел Маклён, у него есть известное выражение про то, что «Медиа is the message». Ну, то есть это, ну, он исследовал медиа, и он говорил, что сам медиа – это уже есть сообщение. Ну, другими словами, да, если говорить это, переводить на психологию, то, то есть объект, который мы изучаем, вот группа, которая изучает объект, это и есть информация про объект. Да. Когда вы начинаете изучать Украину, у вас в группе происходит ровно то же, что в сознании Украины, такая мини-версия. Это, ну, точно так же в бизнесе, да, вот мы это в психоанализе бизнеса делаем и так далее. Через группу, группа начинает быть «the message», да, вот этим сообщением. Вот. Это очень интересный тоже слой, который иногда вскрывает то, что внешние исследования не могут вскрыть, да. Ну, то есть это серьезная грань информации. Вот. Поэтому, да, я смотрю, что нам пишут. Так, об этой теме я говорила у себя на странице, кому полезна идентификация с языком осознанная. Вот через язык очень много, потому что такая, знаете, как вот всегда тема, где много энергии, она говорит о том, ну, как в работе с клиентом, да, о чем клиент все время говорит, значит, там есть что-то важное. Не буквально, да, если к вам приходит клиент, да, в личную терапию, и десятую сессию говорит о том, как его достала, там, не знаю, свекровь или кто-то там. Понятно, что вопрос, если вы начнете как бы брать это буквально, да, и давайте этот конфликт решим. Это, ну, такая себе работа, но мы понимаем, что за этим стоит какая-то важная тема, ну, на уровне идеи, да, что-то важное, да, и человек хочет нам это сообщить без сознания. Точно так же в стране. Вот эта история с языком уже задолбала, как бы, всех здравомыслящих людей, но тем не менее, она невероятно эмоционально заряжена. И что мы говорим, как психологи, да, что за этим, очевидно, стоит какая-то важная идея, которая пока не услышана. Точно так же в индивидуальной работе. Пока вы не поймете, как психолог, и не отзеркалите человеку, что на самом деле у него там за этим стоит, он вам будет про эту тёщу или свекровь, или что там говорить годами. Вот. А когда вы скажете, ну, послушайте, на самом деле это же вот про это всё раз, и тема, ну, это все психологи хорошо знают, то же самое с Украиной, да, поэтому, но чем больше система, тем больше информации, и тем больше времени нужно на её переработку, да. Да, потому что работа идёт через свой внутренний контейнер, а вот представьте свои чувства иногда, да, сложно пережить какие-то вот тревожащие, а пережить чувства всей страны, сконтейнировать это всё, ещё и переработать, конечно, на это нужно время, и силы нужны, да. Но вот интерес, он какое-то топливо такое, просто ракетное, я бы сказала. Да. В Казахстане тоже сейчас это пишут нам, особенно после начала войны активизировалась ценность казахского языка. Вот, видите, тоже интересно. У нас с языком, да, с языком вообще, там есть ещё одна целая гипотеза, она классная, вот я не буду сейчас о ней говорить, потому что даже не хочу, ну, как-то разрозненную давать информацию, но там нашлось уже вот эта вот основа такая, над которой можно работать, и это, ну, прям действительно там очень глубоко, там очень глубоко и по разным даже, ну, не то чтобы регионам, да, а по разным настроениям людей делится, скажем так, вот это вот принятие, непринятие, отторжение или наоборот усиленная, да, и агитация остальных тоже. Там, да. Ну, это да, это очень интересно. Я сейчас, знаете, вот у меня ассоциативно, что вспоминается, вот такой архетипический слой про вот эту библейскую историю, про Вавилонскую башню и про то, каким образом разъединяли людей, да, просто каждый начинал говорить на своем языке. Ну, это метафорическая, понятная история, но она, ну, вот почему-то у меня всплыла. У кого самоидентификация проработана, но язык не становится предметом переживаний, то язык не становится предметом переживаний, какие-то, ну, понятно, что за этим, да, стоят какие-то более глубокие темы. Это такие, ну, если это воспринимать просто как вот, буквально, то это мы скатываемся на уровень пропаганды, да, вот так никак свое принимаем, чужое нет, и все. Вот. Так, это в рамках обучения по групповому сознанию, это лаборатория? Смотрите, лаборатория – это такое, ну, как отдельное подразделение у нас в компании Европейская школа психологии, она, ну, просто как структура отдельная, которая занимается различными исследованиями, вот сейчас такое исследование идет. Но для, если говорить про наших студентов, то да, лаборатория будет в том числе базой для практики. Вот сейчас КП-2 по групповому сознанию, мы запускаем программу образовательную, и в лабораторию будет проходить практика, кому-то, может быть, КАН не повезет попасть, вот, потому что, ну, у вас там часть вот практики, которая будет в лаборатории, у вас тоже будет научный руководитель, кто будет группу собирать, вы будете выбирать себе системы, какие хотите исследовать, может, кто-то Украину захочет тоже исследовать, ну, в общем, поэтому... Да, я хочу добавить то, что вот ценность в лаборатории еще одна из основных — это свобода. То есть у нас полностью мы абсолютно определяем сами от того, какая будет гипотеза, и до того, каким методом мы будем ее исследовать. То есть вот этот, ну, это шикарно, потому что набор инструментов у нас просто неограниченный. И это тоже, мне кажется, важно, потому что каждой теме нужны свои инструменты, невозможно все делать одинаково. И это тоже информация об объекте, да? Да. Я не понимаю, если вот это тоже сообщение, да, это тоже информация. Вот мы, например, тоже выбрали дедукцию. Ну, там идет от общего к частному. И Украина, она же тоже, вот, исследование Украины от общего, от страны, да, к частному, к индивидуальности каждого человека. И поэтому, конечно, важно иметь свободу свою в выборе, да, и более того, транслировать ее дальше. Потому что наши гипотезы, это же тоже определенная трансляция того, что и у нас происходит, и наших состояний, и состояние нашего клиента в том числе. Ну, и если говорить про ценности, то мне кажется, что свобода — это такая одна из наших ключевых ценностей как народа. Ну, я вам скажу, и в школе тоже, мне кажется, вот ЕШП — это одна из основных ценностей. Потому что, вот знаете, ученики, студенты чувствуют себя свободно. Даже если ты ничего не знаешь, ты уже хороший психолог. Вот эта нить свободы, то есть я сама выбираю, когда я буду считать себя там уже совсем хорошим психологом, да. Мне не навязывают то, что нужно пройти какие-то этапы, и только после этого я там смогу уже что-то делать. Нет. Вот эта свобода и поддержка, ну, они очень ценные, конечно, да. И поэтому в школе можно быстро развиваться. Вот этот рост, он идет в XXX ускорении. Ну, смотрите, вот это у нас такое ограничение у всех, что мне надо узнать, а потом делать. Допустим, даже вот вы сегодня, да, говорили про волонтеров, про то, как организуется сейчас вот там во время, ну, вот началась война, да и буквально несколько дней, и все вот эти волонтерские службы, все организации. Если бы каждый волонтер себя спрашивал, блин, а я вообще знаю, как это... Мы полгода и то вряд ли бы это сделали. Просто люди раз и понимали, и делали, и знание приходило в процессе. Это и есть самоорганизация. И сейчас весь бизнес так будет работать, все. Вот это время, когда я изучил, спланировал, а потом сделал, все, ну, не той же больше этого, да, то есть мы все это понимаем, видим. То есть если вам интерес, ну, интерес это тот компас, который показывает там, где вы уже знаете, как делать. А вот это как делать, ну, знание приходит в процессе деланья, никак по-другому. Вот, и это... Вот, да, про свободу я подумала, что ведь хата с краю это тоже свобода, да? Моя хата с краю это же тоже про свободу, да? Да, про индивидуальность. Ну, такая вот. Я подумала, знаете, я такой, ну, социопат в каком плане? Я плохо переносу, ну, физически, когда много людей, да? Я всегда, допустим, в кинотеатре я сажусь с краю, да, вот это, ну, чтобы хотя бы, ну, с одной стороны никого не было. Вот, и это моя, ну, я это чувствую, как свободу некую, да, вот. Да. Когда хотел, когда это не надо вот это. Вот, и в этом смысле, да, моя хата с краю, это же такая, свобода как. Вот, да, нам пишут, что благодаря, в кавычках, войне стала больше принимать свою украинскую часть и национальность. Да, да, ну, мне кажется, что вот вообще, ну, благодаря, там, в кавычках или без кавычек, мы такой, ну, наверное, каждый сделал какой-то очень сильный скачок внутренний, да, и в нервную армию. Мы выходим из травмы, да. В какой-то, в каком-то, в какой-то мере мы выходим из травмы. Восстанавливается личность, восстанавливается целостность вот это. В пониманиях людей. Да. И если говорить, вот был вопрос про лабораторию, что это для, там, студентов, на самом деле, это идея, которая пришла в мою голову как-то случайно еще в декабре, по-моему, прошлого года, и тогда мне она показалась какой-то, ну, непонятная, ну, как, ну, в общем, но я ее так оставила, думаю, ну, пришла и пришла, идеи просто так не приходят, да, это живые существа, и с ними надо, их нельзя убивать тапком. Вот, тапком внутреннего критика. И когда началась война, я поняла, что эта идея пришла не просто так, да, потому что нам сейчас нужны, нужно пространство для того, чтобы вот это ментально собирать травму. Понятно, ну, я не претендую, что мы вот раз и такие тут чудесные все это соберем, но эта работа, знаете, мы как, ну, как пчелочки, да, каждая пчелка в своем работает, и тогда совместно эта работа будет. Вот, и мы как, ну, одна такая, какая-то, как эти называются, шестигранники, да, у пчелок, вот одна такая ячеечка, да, где мы эту работу делаем, и предполагаем, что в том числе это на общий результат ментального здоровья, ментального развития страны будет работать. Так, интересно, очень выросла в русскоязычном городе, а семья украиноязычная, и было стыдно за то, как будто быть украинкой истинно это плохо. Ну, вот мне кажется, да, вот то, что Анна сегодня сказала про эту идею, что украинская у многих ассоциируется с чем-то таким, ну, то, что там гнобили какой-то, вот, ну, кому же не хочется как бы быть жертвой, да, но отвергая это, мы как будто бы ходим по кругу, да, вот это, да. Да, как в любой терапии, увидеть и принять это, да, и тогда будет результат. Про хату с краю тоже откликнулось, видите, про жить собственной жизнью с интересом, и каждый должен заниматься своим таким, и таким способом изменить мир. Ну, да, да, вот. Вот, и действительно, может, ну, это же такие мысли вслух, что хата с краю, знаете, вот у нас много говорят про то, вот, нам нужно, чтобы мы все объединились, все объединились, а может мы другие, может мы как... Я, кстати, когда-то писала про развитие своей команды, ну, вот в компании Европейская школа психологии, я, ну, писала какое-то видение, как я хочу, и я хотела написать, что я хочу гениальную команду. Что-то такое. А я писала, и как-то само собой мне написалось, я хочу, ну, или там, как-то намеренно собрать команду гениев, да, и это ведь разный совсем смысл. Гениальная команда, это и то, и то хорошо, но, да, разное. Может быть, мы народ, ну, не гениальная команда, а мы команда гениев, у каждого своя хата с краю, но тем не менее, да, вот так. Да, это даже на историческом примере у казаков было, да, они же занимались чем? Ну, земледелием они занимались, занимались каждой своими делами в своем хозяйстве. И только когда приходило время, когда их призывали, тогда они объединялись. И вот тот же самый пример, что, да, это гении, которые объединяются для общей какой-то задачи. И, конечно, а когда нет задачи, и каждый проживает в удовольствии, в своем пространстве, организуя сам свое пространство, ну, это, конечно, это классно. Это развитие личности в отдельности. Да, да. Как каждый, я самодостаточная, да, то есть я так целостная личность, да, но, тем не менее, вот. Интересно для меня хата с краю, видите, хата с краю прямо сегодня. Хата с краю всегда считывалась как опасность, потому что нападают в первую очередь на ту хату, с которой начинается село с крайней. Тоже, видите, как это, да, тоже грань. Нужно выйти в позицию силы. Ну, да, тут лишь бы, знаете, не, как бы, не в позицию агрессора, да, вот, не переметнуться, а вот это должна быть какая-то третья. И тогда вот, ну, то, что Анна тоже сегодня говорила, тогда в чем наша сила, да, вот позиция силы, в чем наша сила, то есть нет одной позиции силы, иначе это, ну, если общая сила, то это агрессор, да. А тут вопрос нащупать, ну, вот то, что мы говорим, да, про развитие систем, вот эта методология, которую там КП-2 будем изучать уже у нас, ну, в группе много людей, кто-то еще приснится. Вот с вами будем проходить это, что вот система, да, начинает там раскачивать, ну, вот развивается, да, начинает раскачивать между противоположностями, потом она либо завалится в один из полюсов, либо в жертву, условно, либо в агрессора, или она находит вот эту третью позицию и каким-то образом собирает это. И вот тогда сила, да, а какая это сила, да, в чем она, какая она, вот это такие большие вопросы. Я вижу, например, ту же силу в новых ценностях, в новых смыслах, вот найти новые смыслы, и тогда будет выстраиваться вот эта новая сила, потому что она как будто бы отсюда, но она уже другая будет. Это вот как пример тоже, когда страна берет только из прошлого какие-то моменты там исторические и на них строит свою линию, да, скажем так, поведение, линию восприятия, то страна тогда деградирует. Но когда страна почитает историю, но выстраивает новое, вот тогда она развивается. И в этом я вижу, например, силу в новых смыслах. Угу, да. Что интересно, куда у вас дальше все-то развернется? Вот, ну, мы будем периодически делать эфиры, показывать, как это, ну, эфиры там, видеоконтент будет. Моя хата краю еще про то, что меня коснется. Крайняя хата может быть и первая, как еще третий вариант. Можно искать еще смыслы, да. Так, так, так. У меня украинские клиенты, которые живут в разных странах, выехали, но всем снятся кошмары. Их убивают, как будто они в зоне военных действий и так далее. Ну, нормально, психика перерабатывает, это даже хорошо. И тогда есть о чем. Понимаете, вот хуже, ведь когда ничего не снится, ничего, человек застыл. А вот и тогда, ну, нечего про это говорить, ну, как бы, да, и вот оно внутри, как застывшим комком таким остается. А если уже снится, уже можно с психологом об этом поговорить, вы можете, ну, то есть все, это уже начинает перерабатываться. Это нормальный, хороший процесс. Вот. И на уровне индивидуального клиента, и на уровне групповой травмы, да, и в этом смысле лаборатория тоже место, как мне кажется, это переработать, да, ну, какую-то часть, насколько у нас хватит ресурса, хватает. А есть какой-то, вот, смотрите, такие контрпереносные реакции? Вот вы начинаете с группой работы, да? Есть. В нас, так, форум в группе поселился хаос. Вот, ну, мы как какое-то занятие, да, встреча, мы обсуждаем, что-то говорим, куча информации, много идей, вроде бы все так вот бурлит, и в какой-то момент мы вот так вот останавливаемся и говорим, вот что мы сейчас чувствуем, да? И каждая из нас говорит, хаос, вот все, ну, просто, невозможно. Попали в него, и как бы было очень тяжело понять вообще, что происходит. Но зато, когда мы задались вопросом, а какая моя цель вообще в лаборатории, цель исследования, вот с этого вопроса у нас пошел активный процесс уже. Тоже было очень интересно. Просто вопрос вывел уже на совсем новый уровень. Да, ну, то есть, получается, что как будущее, да, мысли про будущее, про смысл, она раз и начинает структурировать хаос, да. Я часто тоже об этом думала, про Украину как личность, про то, что мы в травме, треугольники Карпмана. Ну, да, мне понравился Бедняков, по-моему, у нас писал этот пост, что российская армия, это как абьюзер, да, который говорит, я тебя так люблю, что убью, да. Ну, то есть, и вот он тоже провел эту параллель между абьюзивными отношениями и тем, что происходит между Украиной и российским режимом, да, который, ну, то есть, как бы из любви мы вас так любим, будем защищать, что аж убьем, да. Что ж такое. Вот. Поэтому, да, такая история. Вот. Так. Ну, это тоже такой момент в лаборатории отделиться от личных переживаний про ситуацию в стране и рассуждать об этом с точки зрения психологии. Вот мы там сейчас с вами шутим, да, там абьюзер, что-то еще, а вот если человек размышляет, ну, находится в этом состоянии, ему вообще это невозможно понять и принять, да, какие-то там, что за игры вообще у вас, ну, вот такого плана. И вот здесь вот самая ценность, то, что, да, мы переходим на другой уровень, на другой уровень, на котором мы смотрим это исключительно с точки зрения психологии. То есть там нет обид, там нет каких-то непониманий, раздрайв, там все проживается через внутренние чувства и через контрпереносы и на психологическом уровне, да. Ну, это невероятное усиление контейнера, невероятное усиление контейнера внутреннего, и это, ну, такая огромная, огромная работа. Вот. Был вопрос у нас еще до эфира про то, куда будут идти исследования дальше и так далее. Отвечаю. Первое, мы будем стараться делать интересный контент, все это показывать. Ну, понятно, весь процесс, это всегда очень такой щепетильный, да, многошаговый труд, но наша задача это вот собирать какую-то интересную историю, более короткую, жатую и показывать, это первое. Второе, эти исследования будут идти в нашу методологию, которую мы вот в КП-2 сейчас будем преподавать, которую мы собираем сейчас как такую, ну, технологию, франшизу для образовательного консалтинга, который другие компании будем продавать. В общем, ну, если коротко, первое, для создания интересного, развивающего, полезного контента для наших зрителей, слушателей и так далее. И второе, для улучшения наших продуктов, образовательных, консалтинговых и прочее. Вот такие две глобальные задачи. Как попасть в лабораторию? Смотрите, первая точка входа, это, ну, первые, скажем, студенты, кто у нас будет в лаборатории работать, проходить практику, работать над своими исследованиями, это студенты программы КП-2, которая сейчас вот у нас запускается. В сентябре группа сейчас активно набирается. Кстати, по-моему, еще у нас цена раннего списка может быть даже есть, потому что, по-моему, пять дней она была, вторник, среда, четверг. В общем, ну, если что, напишите мне в личное сообщение, там мы ответим, по-моему, еще и есть как раз последний день или два. Цена раннего списка. Поэтому, можете туда записываться, если в целом вам программа интересна, это же и есть возможность войти в лабораторию. Вот. Также есть возможность, потому что мы проводим множество там опросов и так далее. И если вам интересно, как респонденту поучаствовать, внести таким образом свой вклад, то такая возможность будет. Мы так или иначе тоже обращаемся, ну, потому что нам нужны люди, кто нам, ну, тоже дадут свое мнение, а значит, какую-то информацию для исследований. Вот. Ну что, Анна, я вас благодарю. Я вас тоже. Я пошла дальше с этими мыслями обедать. Ну, на самом деле, правда, есть о чем подумать. Всем предлагаю тоже с поговоркой «Моя хата с краю» пожить, подумать и свои, пораскрывать. Это хорошая терапевтическая история. Это, кстати, то, как, смотрите, вот эти вещи, поговорки и прочее, это же слой коллективного бессознательного. Это глубоко вшитые у нас у всех программы. И когда мы даем этим программам новые смыслы, это уже хорошая личная терапия. Ну, и ваш тоже вклад в общее наше ментальное развитие как страны. Все. Спасибо нам пишут благодаря тоже за эфир. Вот. Всем хороших выходных. Тогда и мы на связи остаемся. Спасибо вам большое, Кристина. Да, было очень интересно, приятно, как всегда. Спасибо. До свидания всем. Субтитры создавал DimaTorzok